Вечер с Владимиром Соловьевым Вечер с Владимиром Соловьевым От преступных действий нацистских батальонов Азов и Айдар Кто ответит за осквернение Великого Мемориального комплекса Баби-Яр Где антисемиты сделали все возможное Чтобы на Украине не было иллюзий Там побеждает фашизм А в Новороссии с фашистами борются В студии будут люди и из Донецка, и наши политики. Смотрите, будет больно, но это надо знать. И вот срочное сообщение. У многих тел мирных жителей Донбасса, найденных в массовых захоронениях, удалены внутренние органы. Это заявил премьер-министр ДНР Александр Захарченко по результатам первых экспертиз. Тему сейчас продолжит Владимир Соловьев. Страшное свидетельство геноцида народа Украины. Передаем эфир нашему коллеге. Спасибо, коллеги. Ощущение страшной трагедии, о которой мы говорили уже не один месяц, а мир ее не хочет видеть. Мир не хочет замечать, о чем говорит Россия с первого дня, когда вот эта фашистская хунта стала топтать землю Новороссии. Страшные преступления. Цивилизованный мир содрогается, когда отрезают головы заложникам американским, английскому, а сейчас французскому. А убийство ни в чем не винных жителей Новороссии их не волнует. Вы подготовили целую белую книгу преступлений нацистской хунты. Что в этой книге? В этой книге масса преступлений. Но самое страшное, что она ежедневно пополняется новыми трагическими страницами. Мы буквально вчера вернулись с Донбасса. Мы заезжали на Саур-могилу, там где шли страшные бои. Всего несколько живых защитников осталось. И вокруг три населенных пункта. Сауровка, Степановка, Петровка. Они практически полностью уничтожены. Ну, знаете, вот что самое трагичное? Мы едем вокруг разрушенные дома, сожженная украинская бронетехника. И вдруг лавочка чудом сохранившаяся. Там сидят две бабушки. Вот просто сидят и ничего не делают. И вот смотрят куда-то вдаль. Это самое страшное. Они остались одни, они брошены, они никому не нужны. Это ужасно. Просто нет слов. Вы давно говорили о том, что это все напоминает Косово и Югославию. Та самая косовская, не знаю, как обозвать эту государственность, руководитель которой прославился торговлей органами. Теперь они присоединились к санкциям против России. Это что? Мы не покупаем органы. Что за санкции могут быть от Косово? Александр Андреевич, почему после стольких лет, после Нюрнбергского трибунала, после таких страшных жертв нашего народа, опять фашисты топчут землю? Мы должны перестать лукавить, подбирать осторожные выражения, бояться нарушить чей-то комфорт духовный. На Украине сформировалось фашистское государство. Там произошла фашистская революция на Майдане. Кровавая, огненная фашистская революция. У этой революции есть партия. Эта партия руководится молодыми, сильными, беспощадными, пассионарными вождями. Фашистская партия получила оружие. Это армия, которая воюет сейчас в Новороссии. У них есть оружие, винтовки, у них есть гранатометы и есть танки. Это фашистское государство еще терпит весь этот политический планктон Порошенко, Тимошенко. Он будет сметен, он будет очень скоро сметен. Хохочущий Коломойский, который все время хохочет, как мы его видим, он заплатит страшную цену. Он заплатит тем, что на нем будет кровь всего Холокоста. Он, как еврей, потакает фашистом. Это чудовищно. Я думаю, что такие люди, как европейские политики, которые сейчас взращивают этот фашизм, они возьмут в свою лоно это фашистское украинское государство, которое сдетонирует в Европе целую серию фашистских государств. Когда эта дама, эта Меркель, она будет бежать, она будет искать спасение в Америке. Но и Америка, эта дурная, странная, загадочная, отвратительная Америка, она сначала разрушает структуры государства, а потом выращивает из этих мертвых государств себе на горе врагов чудовищных, таких как вот это исламское государство Халифат, и потом начинает их бомбить. То же самое будет на Украине. Они дождутся момента, когда это фашистское государство придет в Европу, это фашистское государство установит контроль над целыми европейскими пространствами, и их придется бомбить. Но кто будет воевать с ними? Это мы будем воевать с ними. Опять мы поднимем наших погибших солдат. Уже их кости шевелятся в могилах, как, впрочем, шевелятся и кости немецких дивизий. Эта война не кончала в 1945 году с неубережским процессом. Там, где-то в метафизической высоте, по-прежнему сражаются наши войска, по-прежнему Паулюс движется к Сталинграду, по-прежнему дети сталинских ударов наносятся. Эта война не имеет конца, потому что это война страшного зла, чудовищного, мерзкого зла и добра. Вот эти могилы, о которых вы рассказываете, это фашистские ритуалы, это фашистская религия. Они сожгли людей в Одессе. Это крематория, это чудовищный театр, который воспроизводит майданок. Вот эти рвы, наполненные людьми с оторванными конечностями, с вывернутыми наизнанку органами, это, конечно, бабий яр. Эти люди не остаются ни перед чем. Мы здесь, в России, живем еще комфортной жизнью. Мы живем на наших прекрасных улицах, ходим в супермаркеты. Мы должны ждать, что это мохнатое, чудовищное, кровавое чудище придет к нам сюда. Мы будем сражаться. Пожалуйста. Владимир, я после Александра Проханова хотел процитировать показания Дины Проничевой, которая выжила в бабе Яре. Вот она рассказывает. Приближаясь к бабе Яру, мы услышали стрельбу и нечеловеческие крики. Я начала понимать, что здесь происходит, но маме ничего не говорила. Когда мы вошли в ворота, нам велелись дать документы, ценные вещи и раздеться. Один немец подошел к маме, сорвался ее пальцы в золотое кольцо. Я увидела, как группа за группой раздеваются женщины, старики, дети. Всех подводят к открытой яме и автоматчики расстреливают их, затем подводят другую группу. Я своими глазами видел этот ужас. Хотя я находилась не совсем близко от ямы, я все равно слышала жуткие крики обезумевших людей и приглушенные голоса детей, звавшие «Мама, мама». Вот вы помните события сентября 1941 года, когда там 33 тысячи за два дня было расстреляно штабелями. Вот Баби Яр, вы сейчас об этом говорили, и Баби Яр, обелиск Баби Яр был сейчас осквернен фактически фашистами, которые сейчас действуют, процветают в Украине. Хотя нам пытается сказать наша демократическая общественность, что нет никаких фашистов на Украине, что мы их придумали. Они пытаются сказать, что мы придумали Айзов и Айдар, что мы придумали нацистские символики на Айкаде. Мы придумали 120 человек, сожженных в Одесском доме профсоюзов, подавленных в Мариуполе танками. Мы придумали это. Это реальные доказательства. Это преступление, за которое придется ответить. И это наша миссия бороться против фашизма. Есть объяснение. Владимир, молчанию Европы и Америки есть объяснение. Вот недавно господин Порошенко был в Конгрессе. Конгресс рукоплескал. Он, наверное, идеалистично подумал, что рукоплескали ему. Они аплодировали самим себе. Они аплодировали своим чудовищным достижением в гуманитарных интервенциях и разжигании войн. Расследование ведется ровно потому, что в рамках этого расследования будет установлена причастность тех, кто из США фактически планировал эти операции. То, что сегодня в Украине возрожден фашизм, это чудовищно, потому что этот план, который был виртуозно разработан и реализован через систему образования, через НКО, через продвижение так называемой демократии, которая ступала в прямую противоречие и конфликт с православными ценностями. И не случайно сегодня удары наносятся по православию, не случайно в храмах закрывают людей и заставляют ставить на колени. Безусловно, это фашизм, но цинизм происходящего заключается в том, что технологи этой фашистской революции, сидящей в госдепе США, они понимали, что они выстраивают антилогику против православного мира и против того, что, безусловно, ценно и дорого всем нам, тем, для кого Вторая мировая война, Великая Отечественная война. Это не просто страница истории, это судьба каждой семьи. Поэтому у России, безусловно, своя миссия. И то, что Россия пытается достучаться до международной общественности и ставит в повестку дня настойчивый и последовательный вопрос о привлечении именно к уголовной ответственности фашистов, военных преступников в рамках действий Ужигагского трибунала, это тоже не случайно. Фактически сегодня идет борьба добра и зла. Россия традиционно всегда исторически, и я думаю, в долгой исторической перспективе будет отстаивать в мире добро. Ирина сказала по поводу молодежи, по поводу ее обучения. Я три с лишним года был советником министра образования на Украине, пытался возвращать в школы понятие Великой Отечественной войны русский язык. И я видел, какое противодействие шло от среднего звена, потому что оно получало четкое финансирование в виде грантов. Сначала Великой Отечественной стала Второй мировой, потом советской, немецкой, а потом коммуно-нацистской. И основная цель коммуно-нацистской войны была, оказывается, взятие контроля на территории Украины. Далее объясняли, что коммунисты это плохо, большевики это плохо, ничего не говоря о нацистах. И выросло поколение, которое искренне ненавидит победителей в Великой Отечественной войне, и которое хочет это изменить под этим влиянием. Я вот несколько часов назад прилетел оттуда, собственно говоря, из Новороссии, и могу сказать одно. Мы меняли наших ребят, они даже были не военнопленные, а это были обычные политические активисты. Те пытки, которым они подвергались, здесь даже цензура просто вырежет, если я буду рассказывать все, что было. Самые мягкие. У ребят переломаны все пальцы, рук и ног, то есть им их ломали молотками, им их ломали плоскогубцами, выворачивая. О них постоянно следователи тушили сигареты, беседуя с ними во время допросов. На протяжении суток ребята были прикованы одной рукой правой, и вот так они могли перемещаться. Я не буду говорить там о нужде, о чем-то еще. Все. Паек общий был, да, это хуже, чем даже бухенвальд какой-то. Пол порции лапши быстрого приготовления на весь день, да, вот такой химической, вот этой обычной, заливающейся кипятком. Если уже и о еврейском вопросе говорить, один из ребят по национальности был еврей, ему предложили. Мы тебе, ну, там еврейские международные организации, да, вот начали там за него бороться сильнее. Он в Киеве сидел, в СБУ непосредственно, да, как бы в столице нынешней оккупированной нацистами Украины. Ему предложили, ты даешь пресс-конференцию за еды на Украину, говори, что все хорошо, мы тебя отпускаем, даже покупаем билет в Израиль и уезжай. Он сказал, нет, я буду с этим бороться. Ему следователь СБУ сказал, тогда мы тебе устроим холокост. Они этого не скрывают, они устраивают холокост. И вот вы правильно, Владимир, сравнили по поводу непосредственно этих людоедов, которые в Косово сейчас, да, это реальные людоеды, они вырезали, продавали тела. Вот в новостях уже прошла новость, на самом-то деле захоронений четыре, это не только вот то захоронение, о котором сейчас заговорили. Четыре захоронения мирных жителей и шесть захоронений военных. Причем, например, в Тельмановке 30 с лишним человек, да, под Янакиво там около 40 с лишним. В общем, ну, цифры колоссальные, и это же только на той территории, которая освобождена от укронацистов. А сколько еще дальше этих тел? И не просто вывернутые, вскрыта брюшная полость. Ну, я вот общался только что с ребятами. Вскрыта брюшная полость, и внутри нет органов. То есть, если они были повреждены, тогда понятно, ну, вы же понимаете, не может быть у всех повреждены. Женщин насилуют, в прямом смысле, для того, чтобы не было свидетельских показаний, их пристреливают. И вот эта беременная, несчастная, на восьмом месяце женщина, которая ждала, у нее руки были связаны, и выстрел сзади. Мало того, я не хотел об этом говорить, но скажу, да, вот не вдаваясь в подробности. Те люди, которые вставали на защиту своей родной земли, вот в Славянске, в других городах, если они попадали в плен, то обязательно хунта, эти нацисты старались найти их родных женщин, чаще всего жены, дочерей, и насиловали при этих людях. Эти люди, конечно, не напишут жалобы ни в Белую книгу, ни в Гагский трибунал. Они выполнят свое предназначение защитников своего родного рода и своей земли. И ад для этих нацистов, они все отправятся в эту адскую сотню, которую они сейчас называют небесной. Скажите, а чем это отличается, вот это показание из Бавива Яра? Нюрбинский трибунал. Типичная картинка людей, которые под Нюрбинским трибуналом давали показания, пояснения, были осуждены. Этот трибунал специально был создан международный. Суд народов его назвали. Суд народов, да. Он специально осуждает преступления, которые были именно в тот период совершены. Здесь та же самая история. У нас параллели были с Югославией, был Эдхок, специальный трибунал создан. Здесь мы должны создать трибунал. Славянского трибунала в городе Славянске после освобождения. Посмотрите, Володя, как рождается фашизм, вы спросили. Это действительно тайна, как он рождается. Где этот микроб? Его выжигают огнеметом в 1945 году, а он где-то за таинцем опять взращивается. Ведь фашизм в Европе, он вырос из либерализма. Из либеральной Германии, из Веймерской Германии вырос фашизм. Какая-то странная эволюция либерализма, которая превращается в фашизм. Ведь это почва, это гумус, на котором вырастают эти стальные деревья фашизма. Посмотрите, как Сталин перед началом войны хотел завербовать либералов. Либеральный Запад, чтобы поставить преграду фашизму. Он шел на уступки, он уговаривал. Были тайные явные переговоры. Ничего не получилось. Они взращивали свое гитлеровское дитя и не пошли на контакт со Сталином. И нам пришлось самим эту кровь проливать, огромную кровь. Поэтому фашизм, фашизм это таинственное, таинственное семя, которое заброшено в либеральные миры. И наш либерализм, наш добрый, милый, красивый, божественный либерализм, который двигается по площадям, под украинскими знаменами, в нем есть зерна фашизма. Пожалуйста. Основой всего этого ужаса является идеология ненависти, идеология преступности. Идеология эта родилась там, где мечтают и своей главной концепцией развития страны считают мировое господство и свою страну единственной сверхдержавой. То есть сверхчеловеком, сверхстраной. Это все одно и то же. Оттуда. И они ищут механизмы, чтобы поссорить людей, чтобы создать ненависть, посеять ненависть на земле. И это совершенно очевидно. Больше того, они это не скрывают. То, что они сейчас совершили, они очень долго работали тайно. Деньги, агентура. Европа набита агентурой ЦРУ. В том числе и политика, и в том числе и правовые учреждения. Страшно об этом говорить. Но это очевидно. Сегодня это и не скрывается. А тот военный государственный переворот, который был совершен уже в Европе, уже в Киеве, откровенно, перед всем миром, говорит о том, что все маски сброшены, и фашизм используются теми, кто мечтает о мировом господстве. Это путь к мировому господству. То, что сейчас творится в Малороссии, документируется нашими и юридическими организациями, ассоциацией юристов, правоохранительными органами. Протоколируется. По всем правилам права составляются документы, которые лягут в основу доказательств, которые будут рассматриваться на будущих международных судах. И действительно, надо говорить сегодня не столько о ГАКском, не столько о Страсбургском суде, сколько о Нюрнбергском. Вот через несколько месяцев исполнится 70 лет, как в Ялте руководители России большой, Советского Союза, тогда он так назывался, Соединенных Штатов Америки, Великобритании обсуждали будущий суд над зверстами фашистов. Черчилль предлагал убить, зарезать, повесить тайно, без суда. Сталин и его поддержал Рузвельт убеждали, что нужно публично судить с юридическими доказательствами перед всем миром, перед журналистами, с фотографиями, с показаниями свидетелей. Все это показать всему миру. И так получилось. И вот нам сейчас нужно, я абсолютно согласен с нашими коллегами, что нам нужно все сделать, чтобы всему миру объявить доказательства, показать, что сделали сегодня фашисты уже в 21 веке. Совершенно справедливо, что необходим народный трибунал над фашистскими преступниками. Это один из проектов в рамках нашей «Белой книги». Мы сейчас собираем все фото, видео, документальные доказательства, свидетельства очевидцев о совершенных преступлениях киевским фашистским режимам. И по каждой фамилии, по тем людям, которые отдавали преступные приказы, по тем людям, которые выполняли эти преступные приказы, которые грабили, насиловали, убивали, собираем информацию и на наш сайт «Белой книги» выкладываем их в фамилии, имена, отчества и так далее, и так далее, и так далее. Квалифицируем их в рамках украинского законодательства. Совокупность статей нарушенных очень велика. Я не буду вдаваться сейчас в подробности. Все это выводит нас на статью 442 Уголовного кодекса Украины. Геноцид. Потому что то, что сейчас происходит на юго-востоке бывшей Украины, это именно геноцид. И я хочу отдельно сказать по поводу Народного трибунала. Вы знаете, я вот буквально только вчера вернулся из Донецка, я беседовал с ополченцами, я беседовал с мальчиком, его называют сын полка, 14 лет. Мама умерла, а отца убили, убили каратели. Ему не говорят. Говорят, отец пропал твой. Ну, он понимает, уже 14 лет, он повзрослел очень рано. И он говорит, вот Украф, да, ну, те, кто нас бомбит, те, кто нас убивает, мы тоже их должны убивать, без суда и следствия. Вот и настроения вот такие у людей, которые потеряли родных, потеряли близких, люди, которые сами пострадали. Я смотрел в глаза 19-летнему парню в Донецке, которому оторвало ногу под минометным обстрелом. Вы не поверите, я читал его дипломы, это самородок. Ну, действительно, золотая молодежь, вот в лучшем смысле слова. У него по такому предмету, кстати, как защита отечества, в украинских школах было, 12 баллов из 12. И вот такая награда. У него нет ноги, у него потухший взгляд. И вот эти люди, они не хотят трибуналов, не хотят юридической оценки, не хотят судов. Но это нужно делать, потому что, чем тогда мы будем отличаться от них? Мы должны доказать их вину, показать всему миру их вину. Продемонстрировать убедительные доказательства. И после этого поедем. Реклама, после которой продолжим. В свое время, конгресс, который рукоплескал Порошенко, сейчас рассказывающему, что они на переднем фронте борьбы за демократию, аплодировал некому Ющенко, президенту Украины. И скандировал конгресс Ющенко, Ющенко. Когда-то Ющенко заставили вручить звание Героя Украины еврею, солдату Великой Отечественной войны по фамилии Шапира, который был первым из советских солдат, вошедшим в освобожденный концлагерь. Но Ющенко не мог к этим смириться. Поэтому он вручил еще два звания Героя. Бандере и Шухевичу. Тем самым, которые ответственны, в том числе и лично, за погром во Львове, за сожженные белорусские деревни, за трагедию Бабьего Яра. Кто стоял у тех пулеметов? Были и немцы. Но в основном-то это были украинские каратели. И когда мы видим героев украинских, которые воевали с этим мировым злом, будучи советскими солдатами, и они пережили ту войну, и когда плюют на их орденские планки, те, которые должны быть благодарны своей жизни, и когда нацисты вновь приходят на землю Новороссии и издеваются над стариками, над их детьми, мы что, как страна, должны смириться и сказать американцам, ну что вы, это демократия? Мы должны закрыть на все глаза? Вас же пытали. Притом вы были не в Донецке, не в Луганске. Что с вами делали? Владимир, вы совершенно верно сказали, что сейчас ужасы и изверства происходят не только на территории Донбасса, они происходят на всей территории Украины. И мы можем вспомнить, как в Харькове арестовали профессора Самойлова, и 16 автоматчиков, СБУшников ворвалось в его квартиру, когда его жестоко избивали на глазах у жены, детей, на пятилетнюю внучку Лизу наставляли автомат Калашникова. Ну вдумайтесь, это не поддается осмыслению. Что в голове у этих людей? И это не Айдар, это не Азов, это сотрудники, которые находятся на государственной службе, это СБУ, да, служба безопасности Украины, они деньги из госбюджета украинского получают. Что в головах у этих людей? И когда мы говорим о том, что сейчас фашизм, да не сейчас, да еще в 2004 году, мы с коллегами, и Владимир не даст соврать, предупреждали о том, что Украина катится в фашизм, просто вот падает туда, в эту пропасть фашистскую, когда Ющенко началось-то с безобидных вещей, казалось бы, Великую Отечественную войну, Второй мировой. Вдруг он усадил ветеранов на 9 мая, вместе с вот этими вояками УПА, АУН, попытался усадить, конечно, ветераны возмутились. И дальше, дальше, дальше этот чудовищный маховик раскручивался. И то, что произошло в Одессе, то, что сейчас повсеместно происходит на территории Украины, что это? Борьба с инакомыслящим. Это один из признаков. Вас где схватили? Да мне вышел из подъезда. В каком городе? Неизвестные люди. В Харькове? Притом это был какой еще месяц? Это был 19 апреля, перед Пасхой, накануне, да. То, что рассказывает Реверска. Специально он открылся в ночь на Пасху. Сколько держали? Мне пытались сломать шею при задержании. Мне полностью разворотили грудную клетку, верхнюю часть. Очевидно, может, они ногти не стрелят, значит, группа захвата. Мне пытались сломать шею, потому что я оказывал сопротивление. Эти люди были в обычной одежде, без опознавательных знаков. Я думал, что это правый сектор меня похищает. Ну и дальше уже вывоз в лес. Сколько вас держали? В тюрьме я провел месяц. Вышел под залог. Вот те люди, которые меня задерживали, мне шилом прокололи. Вот посмотрите. На самом деле человеческая плоть очень крепка. Вот если можно навести. Видите, вот только недавно они сошли. Прошло почти полгода. Вот с плотью можно делать что угодно. Она очень крепка на самом-то деле. И человек, когда говорит, что не выдержишь каких-то страданий, выдержишь. Потому что то, что делают эти люди, вот то, что Владимир рассказывал, я знаю этих ребят, и мы сейчас помогали вывозить их, да, жуткие вещи. И самое страшное, что идет по нарастающей. Вы понимаете, я знаю тех людей, политзаключенных, которые были арестованы в марте, которые успели выйти, чудом успели выйти. Я вышел в мае, 8 мая, чудом уехал из Украины, из Харькова. Меня трижды пытались арестовать. И сейчас бы уже никаких арестов не было. Сразу в лес, сразу отрезанная голова. Как было с мариупольским журналистом, редактором местной газеты, которого 18 июня задержали, вывезли в Днепропетровск. При пытках он умер. Его закопали в одной из лесопарковых зон Днепропетровска. Вот. Это вотчина Коломойска. Вот там это происходит. То, что рассказывают ребята, это прямое доказательство того, что у власти сегодня в Украине фашисты. И те, кого называли сепаратистами, это герои. Это те, кто встал сегодня на защиту мирных людей и фактически с оружием в руках творится против фашизма. Но вот что нас поразитливо сказали, Владимир, одну очень тонкую вещь про демократию. Ведь под видом демократии во всем мире сегодня продвигают якобы ценности. Вчера было очень интересное выступление господина Обамы, которое, кстати говоря, почему-то было посвящено инициативе Билла Клинтона. Видимо, тот самый большой демократ, он в свое время предложил продвигать институты поддержания демократии во всем мире. Они вновь собираются выделять огромные деньги для того, чтобы во всех странах мира, и определяют теперь Азию, Африку, Восточную Европу, продвигать институты демократии. Это совершенно очевидно. Свидетельствует о том, что марши фашистов, которые сегодня есть в Прибалтике. Совершенно очевидно, что попытка реабилитации нацизма в тех странах, которые были участниками Второй мировой войны, это абсолютно единый сценарий. Это сценарий, который направлен на агрессию и разрушение суверенитета этих стран. Мы должны понимать, что Украина сегодня это плацдарм, на котором, к сожалению, обкатываются так называемые демократические ценности. Если демократией является закрытие партии, расстрел людей, свержение власти, изнасилование женщин, то, извините, кому нужна такая демократия? Тогда нужно признать перед всем миром, что это не демократия, это агрессия и уничтожение. Самая демократичная страна в мире сегодня Россия, где торжественная справедливость и закон. Поэтому то, что говорят ребята по поводу привлечения к ответственности, тоже очень интересный момент. У нас ведь могут быть субъектами, которые бы обратились в Гаагский суд, общественные организации. Где все эти правозащитники? Правозащитные организации, созданные американцами по всему миру. Это фактически сегодня агенты влияния, которые занимаются тем, что деморализует общество и стерилизует сознание человека. Мы должны понимать, что их молчание сегодня по факту из-за хоронений, по факту массовых убийств, это их изобличение в том, что они не самостоятельны, что они не защищают права человека. Они продвигают сегодня идеологию Госдепа и тех, кто им платит. И это тоже одно открытие, которое, наверное, еще предстоит всем осмыслить. Есть опыт Югославии, который воплощали украинские каратели. Когда они вошли в Славянск, они стали говорить, что вот смотрите, массовое захоронение, которое оставил после себя отряд самообороны Славянской. Но ведь это вранье, потому что еще тогда ополченцы говорили, украинцы, чтобы скрыть реальные потери, хоронят своих, расстреливают дезертиров. Они бы и здесь сказали, они уже сейчас пытаются сказать, их вот этот батальон лжи, они пытаются сказать, что это не наше захоронение. Не получится. ОБСЕ увидело и вынуждено было признать, как бы им не хотелось солгать. Как это напоминает сценарий Югославии, когда на правых говорили, что они неправы. Когда обвиняли жертв в том, что они палачи, и никто перед ними не извинился. Если суда праведного, так там и не было. Вы помните, как американцы продавили сербов, чтобы они признали, что в Сребренице был массовый расстрел. Хотя Гаагский суд установил, что сербская власть де-факто к этим чисткам отношения никакого не имеет. Это подчеркивает еще раз, что Америка двуличная, она готова поддерживать, экспортировать демократию, поддерживая при этом фашистские режимы. Так было с греческими этими черными полковниками. Тут они будут закрывать глаза на то, что люди носят нацистские каски с нацистской символикой, расстреливают мирных жителей. Вот группировка ИГИЛ, которую сейчас Обама признает злом номер один. Сейчас зло номер два Россия, для него зло номер один ИГИЛ. Вы помните, что с некоторыми лидерами этого ИГИЛа Маккейн, известный вам, контуженный на голову, встречался и плел интриги против законно избранного президента Сирии. Который, кстати, гораздо больше имеет оснований считаться законно избранным президентом, чем Порошенко на Украине. Абсолютно точно. За него проголосовало больше 80%. Они поддерживали связи с этими боевиками ИГИЛа. А там люди, в том числе, которые были подчиненными Усаму Бенглаву. То есть они готовы для свержения режимов, для проведения своей политики в регионе, в государстве, поддерживать и террористов, и фашистов, и экстремистов. Я вас уверяю, ни одна из этих организаций, о которых Ирина говорила, не Amnesty International, ничего, они сейчас будут воротить нос и обращать внимание на эти жертвы не будут. Они будут молчать, стыдливо потупив глаза, когда мы им будем показывать фотографии, конкретные свидетельства. Конечно, по поводу умолчания, яркий пример. Мы сейчас были на деле. А когда в Сербии нужно было продавить, создали трибунал, продавили его, и осудили людей. По поводу умолчания как раз. То есть, по сути, США сейчас не просто там выступают в виде адвоката-дьявола, я даже не знаю, как сказать. При этом этого дьявола они же сами взращивают. Такая обитель зла получается. Мы помним Талибан, который был создан американцами в Афганистане, теперь ИГИЛ, и теперь еще укронацистские вот эти группы, которые просто терроризируют и уничтожают мирное население, практически введя фашистский режим. Так вот, интересный пример. На обмене присутствовали обязательно представители ОБСЕ. Они внимательно обследовали каждого выходившего украинского солдата. Украинские солдаты плачут. Они просят их не обменивать. Вы не поверите. Вот сейчас проблема в том, что когда... Да потому что в этих захоронениях есть нечастные украинские срочники, которых убивали нас, гвардейцы. Совершенно верно. В том числе и проблема в чем? Их у нас лечат, их прокалывают, их перевязывают, их кормят. И они понимают, что сейчас вернутся туда, их в лучшем случае отправят опять убивать, чего они не хотят делать. Они понимаете, самая главная проблема это расчеловечение. Нас пытаются расчеловечить, что там не люди, можно убивать, жечь, насиловать. Все хорошо, это все сойдет с рук. Когда они видят, как к ним относятся, а к ним в плену относятся нормально, ни одна конвенция не нарушена. ОБСЕ ждали, ждали украинского солдата, которому у нас якобы в плену отрубили ноги, что-то еще сделали и так далее. Выходит молодой человек, достаточно окрепший, да, на костылях у него было ранение, говорит. И он начинает рассказывать, да нет, все хорошо, все нормально. Интерес к нему сразу падает. То есть все отворачивается, когда он говорит, что все нормально, слушать не хотят. Подходят наши ребята, показывают перебитые руки, показывают то, что с ними происходило. ОБСЕ вот смотрит вдаль сквозь людей. То есть они не слышат и не видят. А кто эти инспекторы ОБСЕ, из каких они стран? Из стран Евросоюза, из США, то есть там поляки есть, есть прибалты есть, немцы. Ну то есть как бы в принципе весь западный интернационал. Помните, когда задержали... А разница среди наемников, которые воюют на стороне нацистов, не тот же интернационал? В том числе, но надо понимать, что Запад не так однозначен. Вот сейчас я общаюсь с нашими немецкими соратниками, это врачи, которые сейчас хотят поехать, мы сейчас с ними договариваемся, они хотят поехать в Луганск и помогать мирному населению, потому что они считают и справедливо считают, что их страна виновна в том, что сейчас происходит на Украине. И собственного опыта могу сказать, меня похищали в начале марта, тогда прибивали, но я делался легким испугом всего трое суток и все. Когда грудь и живот были желтого-синего цвета от синяков и гематом, я понял, что это не мой флаг однозначно. Я попытался взаимодействовать с Европейским судом по правам человека, с другими международными организациями, и начал обращаться, мне говорят, возьмите справку из украинского суда, возьмите справку из украинской милиции. Я говорю, я не могу попасть, потому что я сейчас опять окажусь в лучшем случае в тюрьме, если останусь живым. Говорит, ну тогда возьмите нотариуса, который заверит, это и сделает. Все нотариусы говорят, Владимир, мы только заверим, мы потеряем лицензию нотариуса, мы не будем заверять. Таким образом, у меня нет возможности подать ни в какой Европейский суд по правам человека. Вот ты говорил о Югославии. Я помню это время. Убийство Югославии проходило на глазах у России, на глазах у Козырева, на глазах у Ельцина. Мы смотрели на эти горящие города, на этот Белград под крылатым ракетом. Я стоял на этом мосту через САУ, надо мной неслись крылатые ракеты и падали в этот цветущий пасхальный Белград. Белград, сербы говорили, Россия, помоги, Россия, помоги. Этот лупоглазый Козырев помогал только штатам. Сегодня так не будет. Сегодня России не осталось в стороне от этой драмы. Вот вы смотрите, у границ России идет полномасштабная война. Она идет не на Ближнем Востоке, она идет не в Афганистане, она идет рядом с Белгородом и Ростовом. Их снаряды падают на нашу землю. Там идут танковые бои, там грохочут целые группировки установок залпового огня. Как мы будем к этому относиться? Белая книга, это замечательно, нам необходимо. Такие передачи, как сейчас, они как хлеб нам нужны. Но, когда я сейчас смотрю на маневры, которые происходят у нас на Востоке, эти гигантские маневры, каждая ракета, которая попадает в мишень, в цель, я думаю, вот, они попадают туда. Они попадают в фашистов, они попадают в этих укров. Каждый самолетный удар наших блестящих летчиков, которые превращают в пыль и в прах эти мишени, не суйтесь, с вами будет то же самое. Как поступали мы, советы, перед началом войны? Мы строили заводы, мы строили непрерывные оборонные заводы, мы строили в год по 50 оборонных заводов. К 41-му году у нас появились свои самолеты, свалили свои танки. И еще что сделал Иосиф Сталин? Что он сделал? Загадочная вещь. Он перед началом войны, в 37-м году, вернул нашу культуру Пушкина. Пушкин стал при Сталине самым популярным советским поэтом. Почему? Потому что необходимо было в народ, измученный войной, коллективизацией, внести вот эту огненную красоту, русскую красоту. Вот сегодня мы должны вернуть наш дух, огненную, возвышенную, божественную красоту. Ставить рекламу, если можно очень коротко, а я потом еще дам возможность сказать. Ну я хотел сказать, что самое главное, нам надо объединяться. Идеология, законность, право, порядок, дисциплина, более честные и ответственные отношения между собой. Вот внутри. У нас вот этот вот внешний фашистский враг, а у нас в сознании российского человека фашизм, вот наши деды, отцы, они, американцы, не рассчитали этого. Они далеки, они не поняли, это ошибка их агентуры. Они нас втянули в перестройку, в такую перестройку, но они не дорассчитали, что будет дальше с нами, и мы не переживем фашизм. Мы будем с ним бороться насмерть. Это их большая ошибка. Реклама, сразу после которой вернемся в эту студию. Могилы, могилы невинно убиенных не молчат, они вопиют, они вопиют от отмщения и от справедливости. Мы не имеем права их не слышать, мы не имеем права их забыть. Гибель невинных, это укор всем нам, живущим. Это надо очень четко осознавать. Вы знаете, когда мы говорим о неотвратимости наказания для всех вот этих людей, которые потеряли человеческий облик, и которые сейчас в бреду националистических фашистских идей убивают своих вчерашних сограждан, я хочу рассказать вот о чем. Мы на Саурмогиле обнаружили списки артиллеристов, их командиров, которые обстреливали жилые населенные пункты, мирных жителей убивали. У нас все эти списки есть, и мы всех их найдем. Пусть они не думают, что можно вот просто совершить преступление и раствориться. Нельзя. Мы обязательно их найдем, потому что есть списки с номерами воинских билетов, с мобильными телефонами. Эти люди существуют, их не придумали. Это те фашисты, в которых до сих пор не может поверить белоленточная вот ваша интеллигенция, которая ходит по телеэфирам и рассказывает, что нет фашистов никаких. Где вы их видели? Красный Крест обращается ко мне в Донецке. Помогите, мы хотим снять украинских военнопленных. В каких условиях они содержатся? Все ли с ними хорошо? Хорошо ли их кормят? Так вот я вам скажу, что вот этих артиллеристов на Саурмогиле, да, их кормят, да, их одевают. Они содержатся там, где тепло, там, где хорошо. Их заставляют убирать на Саурмогиле. Но к ним по-человечески обращаются, как к нашим обращаются военнопленным. Рассказал Володя. Мне сейчас стыдно смотреть в глаза своему деду, который в Донецке жил возле ЖД вокзала. Разбомбили вокзал. 88 лет. Он Берлин брал. Что я ему скажу? Что, дедушка, прости, мы снова фашистам дали маршировать на родной земле? Ну, к моему стыду, большая часть этих артиллеристов – мои земляки запорожцы. То есть это 55-я артбригада. Я думаю, что, естественно, они пойдут под суд, потому что они прекрасно понимают, что они делают. Контракты, неконтракты, да, то есть приказы, не суть важна. Проблема другая. Проблема в том, что они пойдут под суд, если они останутся. Если они вообще еще попадут к нам в руки, это будет их счастье. Потому что если они не сгорят в этих передвижных крематориях, где сейчас сжигаются тела убитых украинских солдат, если их не закопают... Сжигается украинская армия. Украинская армия сжигает своих убитых для того, чтобы не портить статистику. Как это называется. Если их не похоронят в этих могилах, вовсе не братских. Может, сейчас на Украине ноу-хау. Это длинные могилы, которые делаются в виде рвов. То есть 80 метров копается, и бульдозером закидывается все, что туда есть. Свои же однополчане. То, что находится. И Великая Отечественная война, к сожалению, пока не закончилась. Но как она закончится, мы прекрасно знаем. Наши победы. Весь мир помнит фотографии Нюрнбергского процесса. Зала, где происходило свидание Нюрнбергского процесса. Вы помните лица фашистских преступников. Мы сейчас требуем суда. Доказательства на столе. Прошу. Доказательства мы должны щепетильно, тщательно собирать. И мы не должны дать забыть украинской власти, европейским партнерам, в кавычках, ни Одессу, ни Мариуполь, подавленные танками, ни вот эти преступления, которые сегодня вскрылись, ни эти братские могилы. У нас в современной истории есть прецеденты, когда образовывались международные трибуналы. Это не только Нюрнберг. Это и по Сербии, и по Руанде. И наша задача целенаправленно, планомерно доказательства предъявлять для того, чтобы открыть новый трибунал. Александр Ильич. Я думаю, чем я могу помочь моим братьям в Новороссии? У меня нет воздушных армий, у меня нет танковых дивизий. Я сегодня слышал прекрасную песню Скляра, потрясающую песню, написанную о Новороссии. И все ее там слушают. Чудесная, огненная, страстная, настоящая патриотическая русская песня. Мне бы хотелось написать книгу о Новороссии. Мне бы хотелось воспеть вот этих вот героев и мучеников. И это был бы мой слад, делая этой борьбой с этим мерцем покрытием. Ирина. Наши журналисты уже погибли на этой войне. Наши журналисты продолжают воевать на этой войне, давая миру правду о тех преступлениях, которые совершаются. Наши дипломаты на всех площадках взывают к разуму, совести и закону. Наш президент последовательно и как верховный главнокомандующий, защищая интересы нашей страны, безусловно, никогда не откажется от наших национальных интересов и будет защищать наш суверенитет. Мы должны понимать одно. Чтобы фашизм не прошел нигде, должна быть общая воля нашего народа. И то, что мы пять лет принимали закон о уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, додолго. Но сегодня Россия другая. Россия другая, потому что мы очень хорошо понимаем, что только мы, граждане России, можем противопоставить беззаконию, агрессии и фашизму силу духа, силу воли и силу права. Спасибо большое. Пепел Новороссии стучится в сердце каждого русского человека, каждого антифашиста, каждого, кто еще не потерял человеческий облик. Увидимся завтра в это же время, в этой же студии. Спасибо.